это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседим добрый вечер 5 декабря 1803 года то есть ровно 220 лет назад селе овстук это на брянщине родился федор иванович тютчев человек особенный сравнить которого в общем-то и не скин однако если делать аналогии то я бы сравнил поэта тютчева с лесковым в прозе и с данилевским философии совершенно особенные стоящий особняком ни на кого не похожие фигуры возможно поэтому 220-летие со дня рождения тютчева как и 200-летие со дня рождения даниилевского отметили весьма и весьма скромно в общем как бы и не заметили сожалению есть в этом одна такая тлетворная закономерность не замечать в россии подлинно русских гений что же как и в случае с данилевским будем исправлять данную оплошность вот я сказал поэт тютчев однако сам он себя поэтом не считал более того он терпеть не мог когда при нем говорили о его поэзии сам себя тютчев называл политиком и говорил о ней бредил ей до последних дней ну на смертном одре он тоже спрашивал о политике что до поэзии то при жизни у федора ивановича вышло всего две книги на издание первой его долго и настойчиво уговаривал подбивал что называется иван тургенев вообще конечно удивительная как для поэта не зацикленность на себе поразительно просто тютчев действительно не желал вписываться ни в какие сообщества и школы но сам не прилагая к тому усилий по сути создал свою школу свою традицию как в поэзии так и философии или я бы сказал шире в русской мысли впервые широкая публика узнала о тютчере как и поэте в 1836 году тогда в пушкинском журнале современник вышла большая подборка стихов тютчева из 24 произведений а далее были две прижизненные книги соответственно это год 1854 то есть накануне крымской войны и 1868 но уже двух них хватило чтобы тютчев стал в первый ряд великих русских поэтов но тут я вынужден немножко литературно позанудствовать уж простит меня зритель напомню что юрий лотман выделял три этапа развития тютчевской поэзии ну это первое это юношеские стихи рожденные в основном как подражание этап 2 это вдохновение романтизмом пантеизмом и конечно же русской одой вот слово русскую оду тютчев во многом реформировал максимально укоротив и наконец после десятилетнего перерыва следует так называемый денисевский цикл денисева это третья возлюбленная поэта и соответственно емкие политические стихотворения при этом тютчев как поэтому максимально лаконичен вот его отличает краткость это в том числе делает его актуальным читаемым в наш век век стремительный век быстрый однако лаконичность поэзии тютчева ни в коем разе не влияет на глубину и масштаб затронутых им тем то есть с одной стороны мы видим эту самую оду а с другой но чистое декадентство да кто он сплин вот все эти размышления терзания которые как правило посещали обуревали тютчева ночью тогда когда он оставался наедине и сам собой и с чем-то неизъяснимым если угодно и это своего рода тютчевское путешествие на крае русской ночи в котором он и наблюдатель и пониматель жизни пониматель умевшие максимально точно выразите величие и одиночество и уязвимость человека божьего человека перед вселенной тютчева безусловно можно и нужно считать столпом и русского космизма и мирового экзистенциализма на самом деле все это лишь ярлыки потому что язык тютчева он живой он яркий он настоящий вот что важно он точно сияет на солнце русской мысли этот фирменный тютчевский прием одновременно использовать два эпитета часто противоречащих друг другу то есть тютчев максимально убедительно говорит и о любви и о политике тут нет никакой разницы нет никакой фальши он максимально искренне но максимально убедителен и вот это разнообразие это ширина до масштаб его поэтической палитры конечно же изумляет но ведь и сам тютчев был очень разносторонний человек политик дипломат публицист философ поэт или как бы сейчас сказали даже пропагандист хотя пожалуй проще всего и одновременно лучше всего а тютчеве сказал конечно же достоевский он сказал это наш первый русский поэт мыслитель однако вот произнеся все это я ни в коем случае не должен обманывать вас то есть вы не должны подумать что тютчев это такой себе человек успех коему там все было подвластно да это совершенно не так он наоборот парадоксален своих неудачах ну я напомню даже что тютчев свой принадлежал к старинному роду на получил отличное образование рот это кстати берет начало от захария тучева свою очередь его предок путешествовал вместе с марка пола и осел в нашем кстати крымском городке судак затем тучев как искал получил отличное образование был отправлен по дипломатической части в мюнхен в германию где и прожил аж 22 год и вот тут конечно особых лавров что называется в германии на дипломатической ниве тучев не снискал в различных источниках не будем сейчас об этом но в различных источниках упоминается множество его провалов множество подчас уж совсем трагикомических раскрыл же тучев себя тогда когда предложил царю николаю первому заниматься образом русских в европе а образ этот тогда как и сейчас был но карикатурен и неприятен и такие русские варвары которые хотят поработить и уничтожить цивилизованный мир и вот тучев справедливо посчитал что ситуацию надо менять и к тому приступил немедля опубликовав статью в одной из немецких газет в которой постарался разбить отрицательный образ русских затем последовали другие статьи вообще корпус публицистических политических текстов тучева он крайне солидные не менее важен не менее важен чем его поэтическое наследие и конечно поражает актуальность вот этих политических высказываний тучева не случайно его так любят цитировать и российские политики российские пропагандисты ведь действительно тучев не просто уловил вот это давнее противостояние россии запада он осознал саму суть его то есть он ощутил вот эту пропасть лежащие между россией западом пропасть внутреннего непонимания пропасть экзистенциальной если угодно удаленности запада и россии друг от друга пропасть ведущую к войне ну кстати аналогичное мнение высказал в 1869 году в своей монументальной работе россии европа данилевский как мы помним опять же да все это происходило либо до крымской войны то есть накануне либо после нее вот если задуматься да то те времена крымской войны плюс минус они удивительно напоминают времена нынешние то есть параллелей множество опять же и тучев и данилевский твердили твердили что бесполезно пробовать стать европой бесполезно даже пытаться понравиться ей западу говорили они нужна только одна россия слабая порабощенная капитулирующая в атмосфере праздника на самом деле сейчас мы нечто похожее слышим слышим с телеэкран правда без отсылок тучеву к данилевскому однако тучи формулировал вот эту позицию очень емко ясно аргументированно а главное искренне ну а соответственно русский путь конечно же он видел в первую очередь православии в панславинизме то есть укрепление русской культуры русского языка ну и да мы все помним первые строки его программного стихотворения молчит сомнительно восток повсюду чуткое молчание ну и далее тучев казалось бы да проживший 22 года за рубежом он удивительно точно понимал россию удивительно точно и слову две его официальных жены они что же были иностранками напомню да очень коротко первая элеонора петерсон умерла она к сожалению вскоре после страшной катастрофы на пароходе там она встретилась вяземским с тургеневым и во время этой катастрофы вела себя героически вот на тот момент у тучева когда умерла его первая супруга уже была другая возлюбленная тоже иностранка эрнестина дернберг элеонора первая супруга любовницы мужа знала то есть она даже пыталась покончить с собой да и тем не менее тучев когда она умерла настолько переживал ее смерть имеющий уже любовницу до что буквально посидел у гроба опять же также он сошелся и встретить свои возлюбленные будучи со второй он сошелся с трети с еленой денисевой которая вдохновляла его прежде всего на тот денисевский цикл то есть вот такая вот двойственность и при этом нужно сказать что тючеву с женщинами то как раз таки очень повезло это мечта любого русского писателя они любили его они гасили его долги закрывали всякие там долговые ямы вдохновляли направляли и так далее а он то с одной то с другой да тучев был удивительно парадоксален и в отношении женщины вообще пара под человек парадокс по жизни но вот что поразительно ведь именно в этой парадоксальности тучев и напоминает саму россию потому что вся россия она из контрастов вся россия соткана из противоречий настолько что вообще невозможно понять как это в принципе все сосуществует друг с другом как это работает как уживается одно с другим в этой стране в русском человеке в целом вот кстати в размышлениях о тучеве до готовясь к передаче я вдруг вспомнила михаил николаевича задорным вот помните ведь именно задорнов блестяще ловил вот эти русские противоречия и высмеивал то он не запад когда говорил там ну тупые да все помним эту фразу а высмеивал нас бездарно копирующих западные худшие явления и проявления кстати задорнов очень часто цитировал тучева вот и тучев он искренне искренне любил россию он все понимал о ней но все он понимал и о западе и любовь это понимаете была настоящая это не был такой вот халуйский какой-то патриотизм это не было желание выслужиться как у современных мыслителей нет это был искренний патриотизм но смотрите что он писал например на смерть царя да и все дела твои и добрые и злые все было ложь тебе все призраки пустые ты был не царь а лицидей или пожалуйста подражательстве россия да о чем я говорил куда сомнителен не твой святая русь прогресс житейский было крестьянской ты избой теперь ты сделалась лакийской вы знаете какое ясное понимание того как все обстоит на самом деле внутри россии но и вне россии тоже я вот свое это понимание да чучев как бы зашифровал разбросав по многим источникам по стихам по эссе по заметкам чтобы в результате мы собрали такое единое большое полотно знания которое ну может которое может и должно нам помочь до тучева невозможно повторить как невозможно умом понять россию напомним да умом россию не понять хрестоматия потому что туча всегда стоит сам по себе он ни от кого не зависит но можно попытаться осмыслить собрать воедино его наследие взяв лучшее перенеся его в нашу жизнь тем более наши времена во многом совпадают с теми временами вот что кстати писал сам тучев этими словами я и закончу программу у край родной такого ополчения мир не видал с первоначальных дней велико знать о русь твое значение мужася стой крепись и одолей это была программа игра в классике меня зовут платон беседе берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам мира любви и терпения читайте поэзию господа и дамы и